Я сегодня становлюсь на не очень большом, с одной стороны, сюжете, с другой стороны, наверное, важном и в контексте того, что сегодня происходит, а именно на сопротивлении, которое в начале 30-х годов узники сталинских политизоляторов оказывали в благостном режиме, в ВДшной полиции. Ну, я не буду акцентировать внимание много на том, как люди туда попадали, через какие особенности следственного процесса они происходили, поскольку это довольно обширная, большая и до сих пор не до конца изученная тема, поскольку ФСБ тщательно продолжает хранить свои старые секреты, как бы и все более и более закрывает собственные архивы, не допускает туда исследователей. А расскажу о том, что мы знаем о сопротивлении коммунистов и членов левой оппозиции, которые оказались в сталинских футболях в начале 30-х. Несмотря на то, что, в общем-то, левая оппозиция была разгромлена к концу 20-х годов, безостала существовать как некая организованная структура, и часть ее членов оказалась в иммиграции, но прежде всего Лев-Троцкий. Те, кто остался в СССР и попали в тюрьмы, продолжали даже в лагерях оказывать какое-то сопротивление, пытались отстаивать свою политическую субъектность и сохранять связи друг с другом, и пытаться коммуницировать с теми, кто еще находится на свободе. В том числе, на самом деле, они пытались поддерживать и отношения с иммиграцией, с Троцким и сайдовцей журнала «Бюллетень оппозиции». Это был журнал «Сначала левая оппозиция за рубежом», затем он стал журналом «Четвертого интернационала», несмотря на тюрьмный режим, они пытались отстаивать эти связи. То, что мы знаем про это сопротивление, нам известно во многом благодаря тому, что один из узников Верхнеуральского политоизолятора, такой, насколько я помню, венгерский коммунист Антоцелига, сумел выбраться на свободу, был освобожден, и он оставил довольно обширные мемуары, описывающие как раз ситуацию в этом изоляторе. И отчасти буквально в этом году при ремонте одной из камер этого политоизолятора был найден большой комплекс документов. Это тетради, это несколько экземпляров издававшегося в лагере журнала «Большевик Ленинец», а также различные записи членов левой оппозиции о проведении политических дискуссий, о их обсуждении ситуации в Германии, в том числе вскоре после прихода нацистов к власти, и другие документы. Документы эти до сих пор недостаточно доступны историкам, они хранятся в Федеральной службе исполнения наказаний, в ее Челябинском отделении. Но один из челябинских историков, Александр Фокин, был допущен до этих документов. Он написал небольшую статью о них в журнале об империи в последнем номере 2017 года. Там есть обзор этих документов. Так вот, что мы знаем, что происходило в этой лагерной системе? Одной из важнейших вещей для заключенных была коммуникация с внешним миром, между различными лагерями, внутри политоизоляторов. И здесь существовало несколько таких важных тактик обмена этой информацией. Ну, например, сложно было понять, кто из членов оппозиции, из коммунистов, еще находится на свободе. Поэтому этот обмен информацией происходил случайным образом на этапе. Есть воспоминания Надежды Оффе, одной из заключенных в протестаинской системе, которая случайно на этапе столкнулась с первой женой Льва Троцкого, Александрой Соколовской. И пока конвоиры были заняты чем-то, какими-то своими делами, они сумели коротко поговорить, пытаясь выяснить, кто еще находится на свободе, кто в изоляторах. То есть Соколовская, которая ехала из одного лагеря в другое, рассказывала Оффе, кого она где встретила. И Оффе пыталась ей рассказать, кто находится на свободе еще. Ну и в частности, во время разговоров, чтобы конвоиры не могли понять, о чем они ведут речь, когда зашел разговор про Троцкого, они использовали довольно такую забавную шифровку. Они его называли Аслан Давидоглый. То есть Лев, Давидов сын. Если так это расшифровать. Вольный перевод. Ну, это да, это вольный перевод, но в общем имелся в виду как бы такой вот шифроводный Лев Троцкий. Другой тактикой уже внутри политизоляторов была попытка понять, кто находится в соседних камерах, поскольку, в отличие от дела сети, заключенные сидели в одиночках, а не в камерах на 100 человек, было сложно представить, кто же находится вокруг, и Евгения Гинсбург в своих воспоминаниях крутой маршрут описывает, как она пристукивалась по соседним камерам и пыталась понять, кто где сидит, есть ли кто-то наверху, есть ли кто-то в камере соседний. Так она выяснила, путем долгих пристукиваний, что, насколько я помню, в одной из соседних камер сидит какой-то старый меньшинек. Была целая система шифров, какое-то количество пристукиваний, сначала определенные слова, так они узнавали. Другим способом обмена информации были прогулки. Это удивительно, сложно это представить, но члены левой оппозиции, которые сегодня держались в Верхнеуральском политизоляторе, на прогулке умудрялись устраивать дискуссию политическую. Не очень понятно, как они это делали, но, видимо, все-таки режим был даже мягче, чем нынешние ФСБшны, и им удавалось переговариваться, поскольку, как мы это знаем, в документах, найденных в этом изоляторе, там фиксируется, что обсуждение такого-то вопроса на дискуссии во время прогулки, такого-то числа. Опять же, заключенные каким-то образом удавалось им издавать рукописный вот этот журнал «Большевик Ленингс», который представляет из себя кипотетради, записанных от руки, в которых, в том числе, содержатся списки заключенных в политизоляторе, вопросы, которые они обсуждают, то есть они даже проводили собрание формализованное, они фиксировали, кто участвовал в собрании, кто голосовал за это предложение, кто ушел до голосования и так далее. Пока мы не имеем полноценного доступа к архивам спецслужб, сложно понять, как это все обстояло, но сам факт того, что петрадети были найдены при ремонте пола показывают, что одна из камер, видимо, была таким информационным центром, где под полой в прямом смысле хранились эти документы. Ну, помимо вот этих тактик, основанных на обмене информации, все-таки заключенные находились не в таком вольготном режиме. Здесь стоит сказать, что режим ужесточился к началу 30-х, еще до 26-го года камеры в поликоизоляторах не запирались и заключенные имели возможность ходить по территории изолятора, переходить из камеры в камеру, обмениваться информацией, передавать, должны быть деньги, записки. Но к началу 30-х все камеры были закрыты, режим был ужесточен. Тогда заключенные пришли к тактике известной еще из царских тюрем, у них был многих опыт пребывания там, они принялись перекрикиваться через дво, через решетки камер. То есть человек вставал, подходил к решетке и кому-то что-то кричал в соседнюю камеру или через дво. В 31-м году это привело к печальным последствиям для одного из троцкистов, для Исаяна, когда он так стоял у решетки камеры, в него выстрелил солдат НКВДшин, в какой-то конвоире, Исаян был ранен, он не погиб, и в ответ на такую меру заключенные устроили политическую голодовку. Они образовали комитет, судя по воспоминаниям Целиги старчаек, которому были введены лекарственские полномочия по организации этой голодовки, который организовал многодневную голодовку, и параллельно с этим заключенные писали петиции руководства НКВД, требуя приезда специальной комиссии из Москвы для того, чтобы наказать виновных в этом пришествии, и другим требованием голодовки было также оказание Исаяну квалифицированной медицинской помощи. Голодовка увенчалась таким полууспехом, Исаяну все-таки была оказана помощь, комиссия из Москвы в конце концов приехала, но комиссия стала вести себя весьма характерным образом, она принялась оказывать индивидуальное давление на участников голодовки, проводить с каждым из них сепаратные переговоры, дескать, что вы прекращаете голодовку, мы сделаем какие-то послабления, также руководство НГВД предприняло попытку разделения членов левой позиции в этом изоляторе, она принялась пересылать активных участников голодовки в другие лагеря, что опять же любая присылка вызывала ответные протесты. Другим моментом политической субъективации этих людей была попытка празднования политических праздников. Заключенные праздновали 1 мая и 7 ноября, что вызывало противодействие со стороны тюремной администрации, то есть заключенные, например, шили транспаранты и на 1 мая они вывешивали их с окон камер, приматывая к решетке. Администрация требовала эти транспаранты снимать, и в ответ на отказ часто происходили избиения членов левой позиции. Но надо сказать, что судя по воспоминаниям целеги и по каким-то другим документам, администрация получала отпор и, как написано в одних из воспоминаний, начальник то ли в общитель, то ли смены охраны получил хороший удар по морде. То есть все-таки эти изможденные люди пытались как-то сопротивляться. Ну и по воспоминаниям опять же это была довольно странная картина вроде этих праздников, поскольку лагерное начальство тоже отмечало Первомай, поэтому Первомай отмечался за колючий проволок и внутри колючей проволоки. Но внутри колючей проволоки отмечался с портретами Троцкого, с лозунгами «Далой сталинскую диктатуру» и так далее. То есть подстуживая такое краткое сообщение, можно сказать, что даже в ситуации такого довольно жесткого лагерного режима члены левой оппозиции пытались сохранить какую-то свою групповую идентичность и пытались выработать политическую позицию и тактики сопротивления этому режиму, что, разумеется, не закончилось для них каким-то позитивным результатом для большинства из них. Например, довольно известный писатель Виктор Серж был освобожден из лагерей на самом деле при международном давлении, поскольку он был известным во Франции писателем, то это спасло ему жизнь, что, к сожалению, не спасло жизнь очень многим левым оппозиционерам и другим политическим заключенным сталинских лагерей. Спасибо. Вопросы? Да, у меня вопрос. Я недавно, с месяца назад натыкалась на такую статью, которая рассказывалась о том, что есть видеть того, что сейчас ФСБ постепенно уничтожает архивы тех политзаключенных, которые сидели в ГУЛАГе, в тюрьмах, иных лагерях 20-30-х годов, что журналист каким-то образом то ли наследник хотел провести, то ли просто архивы поднять, и оказалось, что тех карточек уже нет. ФСБ ответила, что все дела переводятся в электронный формат. Но, тем не менее, доступа к электронному формату у журналистов, у вас, историков, и простых людей, скорее всего, не будет. Ну, там немножко чуть более сложная ситуация с этим уничтожением. Оно не осуществляется планомерно в отношении жертв политрепрессии. На самом деле, это межведомственное постановление 2014-го года за каким-то там номером принятое. Оно охватывает ФСБ, управление Федеральной службой Фельдьегерей, то есть почтовой государственной службы МЧС. Там просто огромный список ведомств. Суть в том, что это такая прямая бюрократическая логика. Есть документы, они хранятся столько-то лет, после этого они должны быть уничтожены. Здесь нет на самом деле прицельной задачи... Злогоумысла. Злогоумысла здесь, конечно, нет. Да, то есть специально отобрать, уничтожить дела политзаключенных, потому что я не знаю, как устроены внутри вот эти ведомственные архивы, но я могу, я лишь предположу, что вряд ли там идет целенаправленная сортировка, нет коробки политрепрессии. Они все идут по статьям, ну, 58-10. Может быть, они как-то хранятся отдельно, но вполне возможно, что они хранятся с уголовными делами вместе, поскольку в лагерной системе было огромное количество, в том числе безусловно по уголовным статьям. Поэтому я думаю, что этот процесс уничтожения всех дел как бы за истечением какого-то срока давности, ну, это просто такое движение бюрократической машины, которое не не различает важные эти документы или не важные, они не очень понимают. Ну, председатель Совета по праву человека по президенту сказал, что весьма беспокоен этим известием и будет запрос Совета по праву человека с требованием каким-то не уничтожать эти документы. То есть, это просто... Уничтожать или как-то может их в электронный вид переводить действительно, да? Ну, я не знаю, чем это все закончится, потому что, опять же, что из себя будет представить этот электронный вид? Если это электронный вид в виде вородовских документов, хранящихся на служебных компьютерах, то же самое, что с квадрированием дел в коробках. Ни историки, ни общественные деятели не будут иметь прямого доступа. Это будет такой, опять, по-прежнему мертвый массив. Это стало известно благодаря тому, что кто-то из активистов мемориала, нет, даже не из активистов, мемориала, кто-то запрашивал данные своего дедушку, прадедушку, ему пришел ответ, что дело не найдено или даже что дело уничтожено. И тогда этот человек стал задавать вопрос, почему он уничтожен, на каких основаниях. Но в этом нет какой-то прицельной, как мне кажется, логики. Это скорее просто избавление от бумаг. У меня вопрос. Значит, можно сказать про ситуацию конца 20-х, начало 30-х годов. Позднее, там уже к 30-му году ситуация, очевидно, изменилась. и как вообще закончилась я так понимаю, что практически все участники левой оппозиции были уничтожены. То есть как бы уже финальный акт этой грамоты. Ну, есть какие-то исследования, я сейчас просто вспомню, про колымские расстрелы. 36- 37-х годов, когда было принято решение избавляться от политических на Колыме. Но на самом деле процесс затянулся вплоть до начала Великой Отечественной, но вот известный царатинка Троцкого Христиан Раковский был убит в одном из каких-то политизоляторов центральной России. Сейчас точно не вспомню, но чуть ли не в сороковом, в сорок первом году сторонник Зиновьева Иорги Сафаров был, к нему подослали какого-то уголовника, который его залезло ножом в камеру, это был тоже уже где-то сорок второй год. То есть часть заключенных дожила до начала сороковых, пережили вот этот вал 37-го года, но накануне прямо Великой Отечественной остатки как бы Кацкийских и Зиновьевских групп были окончательно уничтожены, поскольку вероятно старинское руководство подозревало, что в случае оккупации этой территории гитлеровскими войсками эти люди будут освобождены и дальнейших политических действий выгадать невозможно. Что касается ужесточения режима, да, оно произошло после где-то 35-го 36-го годов, то есть до этого момента где-то года, до 35-го, руководство НКВД во главе с Егодой полагало, что цель лагерного режима это некоторая перекупка людей в перевоспитании и даже гипотетически троцкисты могут перевоспитаться и стать полноправными советскими гражданами. Ну, есть такой эпизод, описанный Варламом Шаламовым в одном из его рассказов «Лида», где он описывает часть своего лидического героя, как ему удалось спасти, поскольку Шаламов проходил полк РТД, контрреволюционная троцкистская деятельность и практически смертный приговор. Он уговорил свою знакомую Лиду, которая работала в машинистке в лагере при предпечатывании его приговора пропустить лидеру Т, таким образом он попал в развед контрреволюционную деятельность, что несколько снижало вероятность смертного приговора, что позволило ему спастись из лагеря. Шаламов был одним из тех немногих, кто умудрился уцелеть от этой системы. Я хочу уточнить, что ты вначале говорил про болгарского революционера, которого остались отельские мошки в третьем году. Это не болгарский, это, насколько я помню, возможно, венгерский антицелига. Хорватский у нас. Хорватский. Хорватский, да. Потом, кстати, он стал антикоммунистичным националистом. Да, 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 да. Да, да, да. То есть целига, да, довольно вскоре после освобождения из лагеря и возвращения на родину превратился в такого ярого хорватского националиста, но он оставил довольно подробные воспоминания как раз про верхнюю лестницу. Уральский политизолятор, где много таких подробностей жизни этого изолятора, они есть где-то в интернете, то есть можно просто загуглить антицелига и где-то на третьем может быть ссылки как раз вылезут в его воспоминаниях. Ты говоришь, что политические заключенные содержались вместе с уголовными, да, то есть не было каких-то там отдельных лагерей для политических заключенных? Отдельных лагерей не было, насколько я понимаю, в камерах они содержались отдельно, то есть уголовные до какого-то момента сидели отдельно, но поскольку в отличие от царского режима политические не содержались в отдельных изоляторах, в отдельных лагерях, насколько я понимаю, уголовные заключенные были одним из способов давления НКВД, администрации политических, сколько они часто использовали уголовников вот как раз в таких вещах избиения политических, могли как бы подсадить в краме был уголовника, который мог там даже убить члена оппозиции, ну, как случилось с Георгием Сафаровым. У Сафаров-то, насколько я понимаю, реально ты сначала сам стал ты сам уже ну, не то, что ты крючок какой-то, он пошел на сотрудничество с Орденами и по его показаниям довольно да, 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 Сафаров довольно быстро сдался следователям, капитулировал, выражаясь языком тех лет вот но тем не менее даже его как было в 42-м году поверное начальство решило устранить. У меня такое еще вправо да, да. Просто мы считаем кроме уголовных понятно, что были еще и политические нелевые вот как у них складывались между собой отношения да, у левых и заключенных на самом деле левые политзаключенные сохраняли то же размножевание что и политзаключение что что и в 20-м то есть если сидели например правые эсеры они не контактировали с левыми эсерами левые эсеры не контактировали с большевиками с большевиками лягинцами как бы с анархистами и так далее то есть все сохраняли такую довольно жесткую консолидацию внутри маленьких групп как бы и даже внутрь транскистов было деление на правых и левых правые считают что сталинский режим не до конца выродился а левые говорят нет надо революцию уже устроить сохранялось политическое травление все они как бы ну есть не только воспоминания целиги есть какие-то меньшевистские воспоминания записки как раз где описывается что приехавшие троцкисты не коммуницировали с правыми меньшевиками которые сидели с начала двадцатых а вы меньшевики соответственно над ними иронизировали что ваш режим вас визолятор загнаил но коммуникация в общем не строилась не существовали какими-то отдельными сепаратными группами да мы же подобное не повторили да нам не стоит подражать а вы можете поподробнее рассказать про колумбский расстрел я просто специально про это не смотрел но мне кажется есть статья такого московского историка Алексея Гусева который вообще крупный российский специалист по как раз левой оппозиции у нас была диссертация посвященная левой оппозиции 28-го начала 30-х годов и кажется что у него есть статья про колымские расстрелы ну то есть в какой-то момент в 1936-1937 сталинское руководство приняло такое решение не знаю принято оно было или это был какой-то такой излустный приказ что больше мы не можем ожидать от всех этих политзаключенных что они оставят свои заблуждения раскаются с надверными советскими гражданами что все время им отведенное на воспитание переговку вышло поэтому теперь только силовые методы только расстрелка больше невозможно с ними возиться но подробнее мне кажется у Алексея Агусева есть статья про это или какие-то другие интернет-публикации которые выходили в 90-е он еще в воспоминаниях надежды Йоффе есть ее воспоминания тоже в интернете можно их найти по-моему на сайте мемориала в жди йоффе что-то да и у нее тоже упоминается эта тема про колымские расстрелы а много ли людей которые не являлись частью оппозиции получали такие статьи или эту статью получали исключительно заслуженно Шаламов самый известный пример Шаламов даже не был членом партии он был сторонником оппозиции распространял какие-то листовки несмотря на то что он даже не был членом партии он получил три года еще пять лет дальше сроки только добавлялись и добавлялись то есть получить КФТД было не то чтобы легко вряд ли людей хватали на улице или похищали по пути в аэропорт как делают сейчас но НКВД работало сетевым принципом горизонтально хватает одного человека дальше начинают его расспрашивать а вот вы значит учитесь на одной группе с такими-то товарищами с студентом вот вы с ними общаетесь вот вы собирались что-то обсуждали а вот это у вас на самом деле контрреволюционная организация да нет ну что вы нам рассказываете что это не какая-то контрреволюционная организация кружок друзей нет мы-то знаем что это контрреволюционная организация принцип происходящихся кругов по воде все больше и больше количества людей которых засасывало в эту машину ну и такой неприятный компонент это донос которые советские граждане писали на кругах что вот этот человек он вчера сказал что Сталин предает дело социализма все трудские правки ну что-то такое а почта которая сводится в место заключения она тоже сенсурировалась да у Евгения Гинсбург в воспоминаниях описывается что вся почта периллюстрировалась лагерным начальством и она долго пыталась придумать как сообщить матери о том что она вот там в изоляторе и она решила что лучшим иным вариантом имени Евгения будет Ева поэтому она писала о себе в третьем лице говоря Ева находится там-то там-то а мать соответственно тоже такой легкой шифровкой говорила ей что процесс ее мужа еще продолжается в духе того что Миша сдал экзамены ну да поскольку вся почта разумеется скрывалась прочиталась лагерным начальством только после этого отправлялась поэтому ну были какие-то вот такие способы обходы лагерной цензуры да вот у меня вопрос да как вообще можно ли как-то не знаю периодизировать историю вообще вот этого режимов места заключения да потому что скажем когда читаешь воспоминания Варлама Шаламова да он пишет что он в первый раз в 29-м году попал в лагерь и судя по его воспоминаниям там вообще было неотлично ученые занимались не лесополавом теми вещами которые были склонны то есть действовал достаточно либеральный режим где-то можно прочитать что в конце 20-х годов на славках проходили какие-то литературные журналы что-то такое происходило а потом уже в 30-е годы вот все что мы знаем связано с пытками с расстрелами и так далее то есть как вообще менялась была уже какая-то идеология очевидно заложена как бы стояла за этим всем говорил про перековку то есть можешь сказать что-то это не только воспоминания Шаламова и у Дмитрия Лихачева описывается который сидел на соловках что там режим был ну такой жесткий довольно жесткий но они были как-то отделены от уголовных и в общем-то их не заставляли действительно там дробить камни руками по поводу советского лагеря это газет были литературные издания которые издавала сама лагерная администрация которая пыталась как-то описать что вот заключенные преодолевают себя и становятся лучше на стройке была махканала которая осуществлялась во многом силами заключенных тоже издавалась газета в ходе строительства и эти лагеря были такой в каком-то смысле витриной передаковки советского человека ну например Максим Горький посещал и Беломах канал и Соловецкий лагерь оставлял в книге посещения хвалебные отзывы об администрации что вот они действительно работают это было в Казуха чистая в Казухе я не думаю что здесь была исключительно показуха потому что за этим стояло представление о том что труд осуществляем на благо советской родины он действительно способен человека возвысить сделать лучше и помочь ему преодолеть свои политические заблуждения и стать частью советского коллектива то есть смысл был в том чтобы его обратно интегрировать внутрь политического тела но все это меняется наверное после убийства кирова происходит жесткий слом и больше не идет речи о перебовке переделки где-то к 1935 и 1936 году устанавливается такая идеология не идеология не сложно назвать а собственные идеологии что о том о чем я чуть выше говорил что все момент прошел но это отчасти некоторая историка связывает это с принятием Сталинской Конституции 36-го года которая в действительности гарантировала избирательные права всем сняла ограничения классовые которые накладывались в предыдущей Конституции 18-го года и Конституция 36-го года вводила право голосовать на выборах и снимала вообще эти ограничения связанные с классовым происхождением для всех советских граждан что здесь теперь у нас наконец единая социалистическая семья граждан отчасти видимо это было связано с и принятием Конституции поскольку ее принятие видимо должно было предполагать какое-то ослабление в лагерном режиме но чтобы не допустить выхода на свободу троцкистов и других организованных левых групп вот были предприняты расстрелы ну и на самом деле лагерный режим здесь вполне себе находится в симфонии с московскими процессами 36-37 годов не случайно они происходили параллельно там колымские расстрелы не афишированы и публичные показательные московские процессы то есть в какой-то момент после убийства Кира произошел такой идеологический слом неявное непоговариваемое непоговариваемое до этого правило о том что мы не расстреливаем членов партии оно глушло оно сменилось на то что теперь понятно что эти люди заколенелые контрреволюционеры заголовщики и антисоветщики поэтому единственная мера которая к ним остается это высшая мера наказания расстрелы еще какие-то вопросы есть ну вот я не знаю понятно что я задаю как бы очень такой обширный вопрос да если вы что я как бы в чем я знаю что это дискуссионный вопрос среди историков но тем не менее большой террор в чем была его прагматика была ли какая-то прагматика что это ну это не знаю огромное по масштабам убийства людей там не знаю о количестве расстрелянных спорят до сих пор но понятно что это сотни тысяч людей были убиты там в течение как бы одного-двух лет да что за этим стояло была ли это какая-то полустихийная акция или это было планомерное уничтожение если да то что за этим стояло ну кроме там не знаю каких-то психических процессов брови товарища Сталина ну как и все в советском союзе аресты 36-37 года поправлялись планом были плановые показатели по количеству вредителей и контрреволюционеров которые должны были быть выявлены из тех или иных регионов спускались к разнарядке например на западную Сибирь было сначала 200 тысяч тех кого нужно было арестовать по разным статьям НКВД западной Сибири запрашивало Москву с просьбой увеличить им плановые показатели поскольку они перебирают уже нужно больше квоты плановой на арест то есть это разумеется в каком-то смысле безумная планомерная акция по выявлению вредителей что за этим стоит ну здесь разные есть аспекты есть книжка Венди Голдман террор демократии в эпоху Сталина где она описывает например московских предприятий что в каком-то смысле террор был искаженным демократическим механизмом очень сильно искаженным но единственное что оставалось у работников каких-то трудовых коллективов для того чтобы снять директора который эксплуатирует унижает и так далее это заявить на него что он вредитель и тогда запускалась вся эта машина процесса НКВДшного которая чаще всего человека пожирала то есть это один аспект другой аспект если говорить про террор внутри партии потому что это параллельно идущие вещи но немножко разные то есть процессы повредительства охватывали какие-то более широкие социальные группы а вот террор внутри партии мне кажется что он был идеологически фундирован то есть это действительно представление о том что мы пришли к социалистическому обществу декларированному поэтому все как бы группы политические которые отстаивают свою инаковость свою иную позицию они значит сохраняют это как некоторую свою эссенциальную черту то есть если для начала 30-х годов вполне можно было стать бывшим городскистом вполне вояльным членом партии то к середине 30-х эта операция просто невозможна ты никогда не сможешь стать бывшим троцкистом ты всегда будешь им по крайней мере в душе то есть ты как бы всегда скрываешь на самом деле от партии правду в душе ты в действительности ждешь подходящего момента когда может произвести контрреволюционный заговор и переворот ну поэтому всех этих людей опять же нужно пострелять внутри партии мне кажется тем он был фундирован этим в более широком контексте статьи повредительства и так далее он в каких-то случаях мог фундироваться вот этими прагматическими какими-то интересами мне кажется и то и то сосуществовало в таком странном гибридном механизме и здесь еще что интересно что со сменой руководства НКВД которая произошла в 1938 году опять же террор нужно понимать он захватывал НКВД самих как бы и за 30-е в НКВД сменилось три начальника в итоге возглавлялся Берией с 1938 года и вот когда Бери пришел в 1938 году к руководству НКВД было официально заявлено что вся вот эта компания по борьбе с свидетельством она нарушила нормы социалистической законности многие люди были осуждены неправедно была так называемая Бериевская амнистия которая вызвала на самом деле поток писем руководства НКВД и так далее в которых указывалось что меня дескать обвинили в том что я контрабляционер и шпион но на самом деле мы же теперь понимаем что контрабляционеры и шпион и возглавляли НКВД и главным контрабляционером и шпионом был Ежов а я был осужден во время Ежовщины поэтому вы пустите меня на свободу и некоторые такие прошения даже удовлетворялись и отпускали вот под таким придом то есть это всегда было такое сочетание какого-то безумного планирования и в то же время террор знал такие откаты назад что вот дескать мы перестарались так что здесь сложно говорить что была такая четкая детективная линия на уничтожение которая никогда не прерывалась она прерывалась ну а что происходило в голове у Сталина мы вряд ли можем понять он не вел дневников как бы не оставлял как бы записки о том кого бы он хотел расстрелять в данный момент поэтому этого мы не узнаем но эта идея о том что необходимо бороться с вредителями контра-эволюционерами она охватила в общем-то все партийное руководство ну Вячеслав Молотов даже в конце своей жизни считал что конечно перегибы были но в общем-то борьба с контра-эволюционерами была оправдана ответ кажется неадекватно жестоким по сравнению с вызовом действительно эти ментрипартийные оппозиции которые выступали с довольно умеренной программой реформирования советского строя в конце 20-го 20-х годов действительно ли они представляли такую огромную опасность или это оправдывалось возможностью войны откуда такой накал паранойи Олег Хлевнюк объясняет тем что была предвоенная ситуация и считалось что все христиан попов бывших царских бюрократов и так далее вот эти все контрреволюционные элементы включая и участников меглипортивных позиций что они могут перейти на сторону врага и это была паранойя связанная с пониманием приближающей войны ну надо же сказать что все тридцатые мир жил в состоянии такой полувойны и еще спорно когда началась Вторая мировая оккупация Японии и Китая началась значительно раньше в тридцать пятом то есть и попытки и военные столкновения между Японией и СССР то есть нельзя сказать что это была какая-то беспочвенная паранойя мир находился в состоянии воинной периферии в группе тоже называла война ну здесь да сталинское руководство действительно наверное полагало что вот эти группы они в случае вторжения врага смогут с ним консолидироваться и оказывать сопротивление ну в каком-то наверное смысле здесь сложно эту аналогию прощупать но возможно сталинское руководство вышедшее из гражданской войны имевшее опыт гражданской войны экстраполировало ситуацию когда например ну там англичане высадились в Архангельске и главой местного белого правительства стал бывший социалист инвестиционер Чайковский они вполне могли экстраполировать такую ситуацию что сейчас вторгаются враги советского государства в его пределы захваты тюрьмы открываются и гипотетический Зиновьев возглавляет белое оккупационное правительство поскольку они считали этих людей закоренелыми советчиками контрреволюционерами они как бы совершенно реально вероятно могли представлять себе эту ситуацию другое дело что не все позиция опять же была разной и были довольно радикальные группы вроде антицистов которые еще в конце 20-х заявляли что сталинский режим неинформирован и нужна политическая революция его свержения и опять же к этой же позиции где-то к началу инициаторских стал и Троцкий склоняться что нужна там прямым текстом пишет что нужна новая политическая революция а сталинское руководство читало все что пишет Троцкий очень внимательно ну и когда открываешь книжку Троцкого где он пишет что нужна политическая революция в СССР свержение сталинского режима а в другом месте он например заявляет что самая большая секция 4-го интернационала сидит в сталинских тюрьмах и насчитывает 200 тысяч человек то тут легко сопоставить одно с другим и сделать вывод что Троцкий призывает к политической революции движущей силы которые будут троцкисты в лагерях если они выйдут поэтому надо не допустить чтобы хоть какие-то организованные группы способные гипотетически противодействовать советскому правительству остались в живых на этом свете это такой принимающий параноидальные может быть формы но политические опасения довольно имеющие на самом деле под собой какую-то почву я бы не сказал что сталинское руководство впало в горячее безумие нет это не безумие было попытка просчитать гипотетическую ситуацию опять же поскольку случилось так как случилось мы не можем знать как бы оно было по-другому но есть забавный эпизод советская пропаганда которая очень активно работала на то что Троцкий сотрудничает с фашистами вызывала поразительные фандомы НКВДшники во время войны докладывали в центр что когда немецкие войска вошли в какую-то там то ли западно-белорусскую то ли западно-украинскую деревню крестьяне приветствовали хлебом с солью полагая что во главе их находится Троцкий да поскольку у крестьян сохранилось представление что при Троцкому линии они жили хорошо а пристали неплохо то возвращение Троцкого им считывалось как наконец освобождение от колхозов ну то есть не нельзя говорить что советское руководство полностью там стало в безумии утратило какое-либо ощущение реальности оно просто немножко иное было чем мы себе представляем что есть что делает несмотря на то то главное все н это но в это надо Продолжение следует...